ЮФС впервые приехал в Россию, и это историческое событие, и наверняка это очень здорово оказаться участником этого события. Расскажите, когда к вам поступило предложение, как вообще все это проходило, и насколько для вас это было круто, радостно, что вас позвали сюда? Вы знаете, поступило с самого начала, как объявили турнир, мне поступило это предложение. Вы сами видите, здесь не такой звездный карт. Правильно я говорю? Нет вот таких прям топовых бойцов здесь. Здесь есть, да, топовые есть бойцы, но не звезды они. Несколько бойцов таких, которых можно отличить. Поэтому я ждал, я думал, может кого-то дадут мне, но я был уверен, что не дадут топового серьезного бойца. И я готов был к любому сопернику, потому что уже время заканчивалось, времени у него совсем мало оставалось. И кто же приедет за 2-3 недели на бой, кто согласится. Я лично не согласился бы ни с кем драться. И я сказал, дайте мне любого соперника, они мне дали, я выступил. Ну а вот с учетом всех этих обстоятельств, насколько довольны тем, что в принципе у вас принять участие, насколько удалось испытать, может быть, тот кайф, который вы испытываете от боев, ради того, чего вы всем занимаетесь. Вот сегодня это удалось или как раз вот ощущение того, что это не топ, оно как-то все смазало? Нет, вы знаете, все-таки много разговоров было, что UFC пройдет в России, но никто в это не верил. И сегодня это совершилось, эта история. Я рад, что я здесь оказался. Разницы нет, что с топовым бойцом или нет. Я поэтому им говорил, мне разницы нет, с кем драться. Давайте мне уже соперника, я выступлю в этом турнире. И когда я уже выходил на бой, я был настолько заряжен, что мне так было приятно, что я выступаю дома. Расскажите как раз про эти ощущения, что вы выходите на бой, а вокруг не американцы, мексиканцы, бразильцы и все остальные. А вокруг вот именно те люди, которые топят исключительно за тебя. Что слышали от людей с трибун, что было внутри в голове? Вообще обращали внимание, что он говорил, кричал? Да, конечно, я видел, я слышал, что говорили. Я даже когда пытался время найти, я сразу слышал подсказки, сколько времени осталось от людей. Вообще во время боя я всегда стараюсь слушать, что вокруг творится, потому что подсказки иногда очень сильно помогают. Было приятно, конечно, что все наши здесь поддерживают. Кто у вас из родственников, из родных и близких сюда приехал? Все мои старшие родные, все братья мои приехали, двоюродные братья, мои самые близкие друзья здесь. Они все присутствовали в зале, в первых рядах сидели и поддерживали меня. Что испытываешь в момент, когда ты дерешься не просто за границей, а прямо перед своими близкими, а еще и соперник такой привезли, которому совсем кому нельзя проигрывать? Да, это в начале все было, конечно, все казалось, будет все легко. Вот пришел пацан, только проиграл бой, там, в первом раунде я его там так же повалю, все болевое сделаю. Такие ощущения были. Я даже чересчур расслабленный был. Но оказалось, соперник очень хорошо подготовился. Такого же типа парень снидрался, Ислам, он начал на ногах двигаться все быстрее, и я не мог его поймать, руки очень длинные были, тоже доставал меня. Я понимал, что я в конце, если не повалю, будут проблемы серьезные. И я слышу тренер мой кричать, надо повалить. Я подумал, если я его не повалю, он меня убьет. И пришлось повалить его в конце. Вообще, вы ввел тебя чем-нибудь с отрядом? Кому ответить? Да, мне, наверное, ответить, потому что я первый зал. Давай, он первый зал дал, я отвечу проблемой. Я вводил в Магаметов, и мы сейчас все меньше видим совместную тренировку с ребятами. Скажи, где ты тренировался, где ты сейчас, где ты тренируешься? Я вообще дома тренируюсь с нашими ребятами в Дагестане. Чемпион-зал, дакфайтер-зал, тайтл-тим. Ребята мне очень хорошо помогают, поддерживают. И в конце уже Манап, Думанап тоже подключается к нашим сборам. И мы вместе готовимся. У нас все отлично. А расскажи еще, что тебе не помогает Лису, чтобы завершать досрочные бои? Все круто, все хорошо. Я решил, что это все фантастика, все, конечно, хорошо, красивые бои, все показывать. Но из-за этого и были несколько поражений. Но я считаю, самое главное, нужна победа. А когда ты уже в серии побед, никто не спрашивает. А как он выиграл? А он выиграл? Мэрбек Тайсунов до тебя сказал, что хочет Кевина Ли. Кого ты бы хотел видеть в своем сборе? Да мне пусть дадут они любого из топ-15. Потому что там есть ребята, которые по три боя проигрывают подряд. Почему они, какого черта они там сидят? Пусть дадут нам. Пусть новых топов ведут. Мы ребята, которые из шести побед ведем подряд. А они, которые из трех, из двух поражений подряд, но они все равно топов дерутся. Пусть объяснят нам что-нибудь. Такого неожиданного прям не было. То, что он руками доставал меня, вот это меня удивляло. У него очень длинные руки оказались. Он мне доставал постоянно. Мне аж внутри чуть смешно было, когда он мне попадал. Думал, как это удается ему. Ну, на ногах очень хорошо двигался. Вот что меня удивило. Как думаешь, удалось ли тебе дожать все-таки Кевин Ли, чтобы бой ваш состоялся? В данный момент, конечно, он на коне. Он будет говорить, дайте мне за пояс, там, бой, все такое. Ну, как кто-нибудь его вынесет, тогда уже можно будет об этом говорить. А пока я не думаю, что он согласится. Потому что я бы сам не стал бы такие бои принимать. А кого бы ты сам хотел, на кого ты зол сейчас, может быть, у тебя какие-то эмоции есть? Ни на кого не зол. В прошлом турнире встретил Майкла Джонсона. Ему говорю, давай, говорю, подеремся. Он говорит, а может быть, подеремся, если UFC мне хорошие деньги дадут. Я думаю, я же не такой топовый боя, чтобы тебе UFC деньги дал. Я говорю, хорошо. Я говорю, встречаю его здесь, ему говорю, давай, говорю, подеремся, ты же мне, говорю. Он говорит, я 65 спустился. Как только поднимусь на 70, я с тобой подерюсь. Я говорю, точно. Он говорит, да. Я говорю, хорошо по рукам. Приходится просить их уже. Продолжение следует...